Эта программа вкратце из Брюсселя. В учреждениях Евросоюза давно запланированные процедуры отстают от графика. Выход из него в Великобритании в третий раз откладывается, теперь до 31 января. Из-за этого не подсчитан бюджет остающихся 27 стран, а может быть их все-таки будет 28. Заморожена грандиозная программа борьбы с изменениями климата, зеленая сделка, потому что предложившая ее новая Еврокомиссия до сих пор не сформирована и не может приступить к работе. Главу нынешней попросили пока не уходить с этого поста. Жан-Клод Юнкер признавался, что с нетерпением ждет этого дня после пяти изнурительных лет. 31 октября бывший премьер-министр Люксембурга должен был покинуть пост председателя Еврокомиссии. Ему же начали выражать свою признательность, подчиненное и уважение политические оппоненты. Но ход событий в Брюсселе часто меняется. Преемница Юнкера Урсула фон дер Ляйен до сих пор не сформировала свою команду, и ему придется остаться как минимум еще на месяц. Но Еврокомиссар по бюджету напомнил, что ждут важные дела. Выход Великобритании из Евросоюза проделает в ее бюджете брешь в размере около 12 миллиардов в первый же год, объявил Гютер Эттингер. Мы закроем ее за счет сокращения расходов и более высоких депозитов. Согласно Папе Римскому, ад до сих пор пустует. Пошутил председатель Евросовета Дональд Туск о прегрешениях инициатора Брексита. Там полно места. Юнкер решил закончить эту пресс-конференцию в марте на оптимистической ноте, пожелав всем не отправляться в ад. Еще один способ залатать брешь в бюджете Евросоюза – это сократить финансовую помощь отстающим его членам. Предлогом может послужить то, что некоторые посткоммунистические страны нарушают общую миграционную политику. Обвинить их в этом готовятся судьи в Люксембурге. Генеральный адвокат Европейского суда выразил мнение, что Венгрия, Чешская республика и Польша не выполнили своих обязательств перед Евросоюзом, когда отказались принять свою часть прибывших в ЕС беженцев. Произошло это в 2015 году. В Италии и Греции скопилось 160 тысяч мигрантов. Еврокомиссия предложила распределить их по Союзу, по системе КВОД. Но три восточноевропейские страны отказались в этом участвовать, сославшись на соображение безопасности и необходимость сохранения своего общественного уклада. Генеральный адвокат отметил, что такие законные интересы стран-членов можно было защищать менее ограничительными мерами. Судьи в Люксембурге учтут его мнение, когда примут собственное решение по поводу позиций Будапешта, Праги и Варшавы. После этого Брюссель может их осудить или каким-либо образом наказать. Но пока Еврокомиссия не комментирует слова генерального адвоката. Продолжение следует...